Звёздный завтрак на Радио Шансон. Человек, благодаря которому даже увядшие цветы стали желанные, распускаются в студии Радио Шансон. Сегодня к нам в Звёздный завтрак пришёл Дмитрий Прянов. Дима, утро доброе, привет. Утро доброе, доброе утро. Дима, привет. Привет, привет. Перед тем, как перейдём к диалогу, давай послушаем музыкальную справку. Музыкальная справка. Дмитрий Прянов, коренной москвич, коренной водолей, пишет музыку и стихи к своим песням сам. С недавнего времени сам монтирует и свои клипы. В прошлом году стал счастливым папочкой. Самоизоляцию проводит дома с маленькой дочкой и молодой талантливой женой, которая, между прочим, тоже запела. Звёздный завтрак. Ну, теперь будем спрашивать, да, Дима. С последнего. Что-то тебя так удивило, ты про... Молодая жена запела. Ну, она всегда пела у меня, на самом деле. Просто тут вот, ну, как бы, изоляция. Надо чем-то занимать. Так. А потом тут я же ещё начал заниматься видеомонтажом. Я купил себе комп хороший, программу поставил. Мне нужно на чём-то тренироваться. На кошках кто-то тренируется, ты на жене, да? Ну, не то чтобы на жене. Вот эти все песни, которые мы там две-три сняли, две, по-моему, три, не помню, они были записаны ещё года два назад. Ну, подожди, если ты тренируешься, да, с видеоконтентом, то для жены, для человека творчества, творческого это же явно не баловство, у неё же явно есть амбиции и, наверное, далеко идущие какие-то планы. В плане пения? Да. Да я не замечал, на самом деле, как. Или она только с феном в ванной? Нет, ты знаешь, там профессиональные видео. Всё профессионально, и песни, и клипы, да. Не, не, она поёт, она занимается. Ну, а что тогда откровничаешь? Может быть, продвигать жену начать? Ну, если захочет, помогу, конечно. А может быть, дуэтом вам? У нас два дуэта есть уже. Два дуэта уже есть? Да, одна песня. Белеет ли в поле Пороша, Пороша. Мы записали её, да? Слушай, круто, как круто. Ты вообще один из таких рекордсменов по созданию новых песен. Они как-то у тебя появляются с такой периодичностью достаточно часто. Вот у Дмитрия Прянова какая глобальная творческая мечта? Ты хочешь собирать Большой Кремлёвский дворец? Да, это, наверное, одна из... В итоге выйти на Большую площадку, на дворец именно Кремлёвский, и сделать сольный концерт. Только Россия? Ты хочешь, чтобы была подвластна твоему творчеству? Или по миру покататься? Ну, конечно, по миру хочется. Но я всё-таки такой человек реальный. Надо начать с России, а потом уже... А кого ты из артистов хотел бы пригласить на свой творческий вечер? Вот смотри. Вот моя сольная программа, как я её вижу, она бы у меня была в двух отделениях. Первое отделение — это сольная. Так. Второе отделение — это дуэтная. Так. И артисты, которые поют мои песни. Это Серёжа Куприк, Сергей Войтенко, Афина, Рада Рай. Ну, Катю Семёнову обязательно вместе с... Ламинскому ты песню недавно, да, по-моему, написал, сделал. Кому? Александру Ламинскому. Сашке Ламинскому, да. Он её ещё пока не записал, он её пока репетирует. Но она его. Прям вот его я прям вот вижу, да. Ну, хорошо, мысли о творческом вечере есть. А где прямые эфиры, Дим? Где онлайн-концерты, на которые перешли артисты шансонов? Я как-то не решаюсь. Ты не интернетный человек, да? Я такой полу такой, знаешь, такой халтурщик. А почему не решаешься? Ты боишься, что не придёт народ на всю эту историю? Или тебе готовиться сложно там всё настроить, поставить, выбрать локацию? Нет, дело не в этом. Я привык делать как-то всё хорошо. А делать онлайн-концерты из дома, ставить колонку, как-то, а вдруг не так звучать будет, а вдруг не только качество. То есть копаешься и в себе, и в процессе. Я не хочу, чтобы это было петь под фонограмму, чтобы было всё идеально, не хочется. Петь вживую, это нужно отстраивать. Ну, как-то я пока... А где людям ещё вообще, понимаешь? Сейчас же всё, лавочка прикрылась, эта концертная, и неизвестно вообще, когда она откроется. У нас только есть Инстаграм, Одноклассники, прямые эфиры, по вечерам заходим и... Ютуб-каналы. Да. Вот Сумишевский, смотри, как работает. Я видел, да, он молодец. Ну, Дима. Можно подключиться, научиться, отключиться и самому делать это. Не, ну, наблюдая за Ярославом, он же вообще, в принципе, с этого начал. С Ютуба, он очень активно развивал соцсети свои, вот это всё. Он как-то в этом профессиональный человек. Я в этом дилетанчина, честно скажу. Там написать в Инстаграме, что-то повесить, да, это элементарно, это могут все. А сделать вот именно так, чтобы это было достойно. Продукт какой-то. Да, и мне, наверное, нужен кто-то, кто мне даст такого золотого пенделя. У тебя никогда не было разочарования в себе, как в артисте? Не хотелось всё бросить? Может, в какую-то другую сферу уйти? Если бы ушёл, в какую сферу? Чем ты ещё занимаешься? Поваром был бы. Да ладно. Да, сто процентов. Я хорошо готовлю, хотя немного бы. Ты кашеваришь? Профессионально кашеваришь? Ну, не профессионально, этому не учился. Просто вот я, когда дома что-то делаю, то жена, конечно, у меня, как говорится, пальчики облизывает. Подожди, тут на самоизоляции в твоих сторис ты, судя по всему, пальчики облизываешь, потому что пирожки готовит супруга, какие-то там ещё съестные из теста штуки тоже готовят. Она там разошлась у тебя, я смотрю. Да, она у меня разошлась. Где сторис, где готовит Дмитрий Прянов? Вот твой друг Серёжа Войтенко, смотри, рыбку пожарил, оп, выложил всё в Инстаграм, понимаешь? Суп сделал, выложил в Инстаграм. У нас были мысли, но я обязательно сделаю такую тему. Мне и жена говорила, давай чем-нибудь замутим, а я же, это же надо монтировать, сидеть красиво как-то, ну вот это, возвращаясь к той же теме. Халтурить не хочется, показывать себя в каком дурном тоне тоже не хочется. Ребята, давайте напомним, что к нам могут присоединяться слушатели, писать на WhatsApp, Viber, SMS, плюс 79099551030, поклонников Дмитрия Прянова сейчас огромное количество. Дима тебя любит, тебя ждут, песни твои заказывают в программах только для вас, так что я думаю, сейчас будет такое в плане вопросов. Ну, мы будем ждать эти вопросы, давайте пока немного прервёмся на музыкальную паузу. У нас, кстати, идёт прямой эфир в Инстаграм, на наших YouTube-канале, в Одноклассниках. Присоединяйтесь, если там будут вопросы, мы их тоже будем озвучивать. Сегодня у нас в гостях долгожданный человек Дима Прянов. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Девочки, девушки, о какой запах терпки идёт от Дмитрия Прянова. Что за аромат у тебя рассказывает? Ортопарис. Ортопарис, прям. Пряный аромат от Дмитрия Прянова. Очень приятный, приятный. Дим, расскажи, пожалуйста, компания United Music Group. Какое отношение ты имеешь к этой компании? Кем ты там работаешь? Я являюсь замдиректора по развитию. Ух ты, прям всё серьёзно? Да, я в этой компании работаю уже почти 10 лет. Ну, вот как бы совмещаю свои творческие деятельности. Потом эта компания, она и мне помогает творческим развития. Давайте нашим слушателям объясним. Компания занимается выпуском дисков, да, если так, в банальном? Она занимается реализацией прав, выпуском дисков, цифровых площадок, синхронизацией, съёмках клипов. Вот мы открыли продюсерский отдел, в этом году открыли концертный отдел. Только вот в связи с карантином пока решили, ну, выжидаем. За период самоизоляции ваша компания с кем-то из артистов шансона ещё подписала договор? С Лепсом. С Григорием Лепсом? С Григорием Лепсом подписали. И на базе компании была выпущена пластинка, да? Да. Часть имеют, где Лепс под гитару письмо соску. Их там 4 пластинки или 5, я, честно говоря, не помню. То есть у вас там студия, вы приглашаете артистов, к вам приходят, вы находите. Как это всё происходит? Ну, компания... Рекомендуют. Компания существует с 95-го года, по-моему. Раньше была компания Quadradist, компания Classy Company, потом произошло слияние лейбла. И вот объединились, назвались United Nuzi Group. Мы ищем артистов, артисты знают, что мы есть, сами звонят, приезжают. Ну, вот здесь такое же, на рынке давно уже знают эту компанию. Поэтому приезжают, обговариваем условия, обговариваем контракт, срок прав, и вот пускай мы погнали. А даете какие-то советы артистам? Вот здесь надо немного песенку-то переделать. Вот да, в последнее время стали давать. А как артисты реагируют на это? Нормально. А здесь же, понимаешь, вопрос, как ты это подашь? Можно подать, что ты дилетант плохо сделал, это обидно будет, артист уйдет. А можно подать это с точки зрения, давай сделаем вот так, и будет круче. И давай сравним вот эту версию и вот эту версию. Ну, типа того, да. Да, это бывает такое, но не часто. Но это в основном для начинающих, для таких монстров, таких как Лепс, как Стас Михайлов. Слушай, ну разные артисты, на самом деле, с вами работают. Как считаешь, для артиста что сейчас важно? Талант, оригинальность, харизма, какая-то история, легенда? Или это все просто денежная какая-то история? Ты знаешь, когда люди делают творчество ради денег, ради денег, то обычно ничего не получают. Творчество рано или поздно заканчивается. Абсолютно верно. Подожди, вся эстрада 90-х, вот эти вот проекты, я не буду, даже их не арти... А кто их помнит-то? Вот ты помнишь? Подожди, Мирослав, это даже не просто артисты, это именно люди создавали проекты такие, персонажи. Это же вся была история ради денег. Четко понимали продюсеры, что надо для того, чтобы песня пошла в массы, как надо ее спеть, какой образ сформировать. И, собственно, в наше время эти артисты перешли с теми песнями. Ты знаешь, артисты одного дня. И ничего, живут же. Но не все живут. Ты вот много таких артистов помнишь? Вот только сказали об этом. Они не все в нашем жанре, поэтому я не буду упоминать. А, ты вот этих, конечно. Но это называется именно вот то, что делает Жен Спис, Матвизенко. Да, 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 совершенно верно. Это продюсерский проект. Но в том числе здесь такое, знаешь, такое совпадение. Они еще люди талантливые очень. Они чувствуют, как делать материал. Да и тот же Юрий Шмирич, он любого мог, вот любого взять человека и сделать из него прям реальную звезду. Дима Прянов работает без продюсера? Нет, у меня есть музыкальный продюсер Сергей Миличенко, который делает все мои аранжировки, весь продакшен. А так в плане менеджмента я в большей степени себя продюсирую. А он твой критик или ты сам себе критик? Или жена критик или кто-то еще? И вообще критику ты терпишь? Скажем так. Нравится тебе? Жена критикует, это 100%. Ну, это в крови у нас. Не, ну это нормально. Мы должны это делать. Да, без этого. Серега, он не то чтобы критикует, он... Мы же с ним создаем это вместе. Наставляет как-то, да? Да, 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 да. Я вот пишу песню, отдаю ему болванку, он начинает делать аранжировку, потом он приезжает, пишет вокал. У нас оно рождается вместе, там критиковать нечего. Нет, единственное, что он может покритиковать, я напишу песню, говорит, так, вот здесь вот я бы мелодию чуть поменял так, так, так. Поэтому надо упростить. А по поводу отношений к критике, я к ней отношусь очень положительным, потому что не покритикуешь, не вырастешь. Скажи, свою песню «Увядшие цветы» кто-то критиковал, когда она только у тебя появилась? Нет. Никто не говорил. Дима не пойдет, да? Потому что, ну это, наверное, на сегодняшний день это одна из твоих главных песен. Ну да, спасибо Сереже Куржукову и Лиде Николаевне Козлову за эту песню. А как думаешь, почему она такая узнаваемая? Ну, потому что в ней есть все задатки хита, и шлягерная фраза, и шлягерная мелодия, и сам продакшн, все-таки, я считаю, мы сделали достойно. А разве шлягерная фраза и шлягерная мелодия – это не история в будущем про деньги? То есть песня была создана по определенным канонам и правилам, правильно? Песня была, я эту песню слышал еще очень давно. Ее же Куржуков сам под гитару пел. Потом ее в 85-м году спела Чепрага на каком-то конкурсе, и здесь даже где-то запись. Потом в 99-м году Киркоров ее спел на своем концерте. Даже Киркоров? Да, можешь посмотреть в Ютьюбе. Ну, там же живым оркестром был, у меня записи нету. У меня эта песня давно в голове крутилась, крутилась, крутилась. Ну, здесь вопрос авторского права. Я же не могу взять чужую песню и просто с Питер выпустить. Я позвонил деду Николану, мы с ней поговорили, договорились, она мне дала официальное разрешение. Потом с Марией Васильевной мы встретились от мамы Чережи Куржуковой. А ты отправляла им версию перед тем, как выпустить? Безусловно. То есть они ставили свою подпись под этим? Да, типа утверждено. Утверждено, да. Печать. Я иногда в твоем голосе сейчас просто не в обиду, просто к слову слышу нотки Киркорова. А мне это все говорят, и не обижайте. Это даже может быть где-то... Комплимент. А я объясню, потому что у нас же многие артисты друг на друга в принципе похожи. Я не буду говорить кто, но много артистов, которые можно с кем-то сравнить. Поэтому если у тебя в тембре есть какой-то определенный обертончик какого-то артиста, причем Киркоров... Ну, а почему бы не с другим? Причем Киркоров, он неплохой артист. Он потрясающий вокалист и имеет офигенный тембр. Но ты универсальный человек, потому что мы помним «Обрастаем враньем», да, Мирослав? Сына и Вальтер, где ты совершенно по-другому звучишь, вообще неузнаваемо. С этой песней вообще была история смешная. Давай знаешь что? Ты нам расскажешь эту историю после небольшой рекламной паузы. У нас Дмитрий Прянов в гостях. Вайбер Ватсап работает. Напоминаю, Мирослав. Плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три и ноль. Пишите. Звездный завтрак на Радио Шансон. Да возрадуются все молодые и красивые у нас Дмитрий Прянов. В гостях, кстати, снимает клип, да, Дима, на песню «Молодая и красивая». Он уже снят на монтаже. Так. Кто она? Кто она в клипе? Молодая, красивая. Ну, там подруга моя играла в этом клипе. Действительно ли молодая? Молодая и красивая. Когда выйдет эта работа? У тебя, кстати, есть свой YouTube-канал? Есть, но я его только-только вот запустил недавно. Я его еще не занимался. Это вот из серии вот «Сосвития». Буду сейчас развивать потихоньку, да. Клип выйдет. Завтра, полтезавтра. Снимали в Москве, дома. Дома, часть дома, часть на студии. Ну, самоизоляция, понятно. Да, на самоизоляцию. Ты обещал рассказать историю интересную по поводу песни с Вальтером «Браслая враньем». И про новый альбом, который... Сейчас расскажу. Насчет Инна Вальтер. Вот песня о враньем. Да-да-да. То, что я там брутально спел очень. Я когда ее записал, я ее отправил. Она мне звонит. Что-то как-то душевно. Говорит, может перепоешь, дашь не зов. А я... Первая версия другая была. Ну, а там... А слова, музыка, это все твое? Это все Инна написала. А, все Инна написала. Это ее песня. Это, помните, я там пел. Куда же несет, а мы помаем. Ну, это изначально было. Она говорит, да, я что-нибудь мужика такого. Мне-то это как-то непривычно, хотя получилось-то хорошо. Я говорю, окей, я приехал на студию и начал себя там вот это выдавливать, выдавливать. Ну, то есть как бы... Когда ты поешь, то у тебя положение вот этих языка, вот этой всей гортани, оно уже свыкается с какой-то вот привычной вот этой позиции. Ну, и в итоге перепел ее так. Не по себе мне было. Переламываешься сложно-то в этом. Да, переламываешься. Ну, потому что когда ты уже 40 лет поешь, уже как поешь, и тут приходится что-то выкручивать. Я тебя понимаю. Да, но в итоге что получилось, получилось. И вот в новый альбом, который я сейчас записываю, я там несколько песен тоже вот спел в этой же позиции. Вот песня «Страна моей юности» новая, которую мы написали вместе с Ирочкой Савельевой. Она, кстати, является автором многих моих песен в принципе. И вот в новом альбоме ее будет 7 песен новых. Ты сказала, что новая пластинка будет просто пушка, которая ворвется в жизнь людей. Ну, у меня, конечно, не все, я их все люблю, но здесь как-то мы очень так... Если раньше мы писали многие песни, как-то писали песни ради песен, то тут как-то обдумано. Во-первых, этот альбом уникален в чем в моем случае? Там 14 песен, все будут на мою музыку. Безусловно, все. Потому что раньше я допускал там чужих авторов, которые там были. А здесь полностью моя музыка на стихи Савельевой, Ирочки, Черникова, Андрюши, Калинкина, Вячеслава Малежика. Дуэтные там будут? Нет, дуэтов не будет вообще в этом альбоме. Я решил, что тут чисто вот сольная пластинка. Вот, кстати, Кирилл задает вопрос. Когда будет дуэтная песня с Михаилом Шафутинским? Подумай. О, как! По-моему, необычно. У него-то голос хрип отцой как раз, вот те самые низа, а у тебя лирика. О, как! Я даже, честно, я даже внешне не представляю Дмитрия Прянов и Михаил Захаровича. Да я даже не знаю, что ответить. Я бы, конечно, с радостью, но, так скажу... Дело за Шафутинским, да? Да, скажу откровенно, да. Если ему это надо, то я бы с радостью... А вот смотри, ты выпускаешь диски. Более того, ты выпускаешь винилы достаточно часто. Ты как думаешь, в наше время вот эта культура прослушивания музыки с дисков, она не ушла вообще? Ну, винилы, ладно, это для гурманов, людей, которые любят качественный звук. Это коллекционное издание такое, да, для имиджа больше. А вот история про диски. Ну, это больше выпускают для концертов. Когда ты вот проходишь концерт. И в фойе ты продаешь. Люди бегут в фойе, они покупают это как, наверное... Как память о концерте, опять же. Как открытку, да, память о концерте, потом все-таки там и буклет, и... Люди старшего поколения слушают. А ты не тоскуешь по тем временам, когда музыка на дисках была? Очень, потому что тогда было как-то все более благородно. Я помню, даже в 90-е годы, когда выходил там альбом, условно говоря, там, Аллегровой, там, или Алла Пугачева, или кого-то еще, под телевидением полная реклама была. Вот эти магазины, которые были союзовские, большие, там вот пирамидами стали диски, приезжали артисты, автографы, и как-то было все, вот это было событие. Сейчас как песня вышла и вышла, песня вышла и вышла. А ты посмотри на эту историю не как артист, а как пользователь. Я сажусь в автомобиле, мне Яндекс.Музыка уже сама подборку делает, да, по моим каким-то предпочтениям. Стало же намного удобнее все это. Анечка, я знаешь, к чему клоню? Безусловно, сейчас очень много удобства, очень много того, чего раньше не было, но тогда больше было ценностей, понимаешь? Сейчас настолько все, вот сейчас как бы были деньги, на тебе, пожалуйста. Это вот как с книгой, наверное, да, когда ты берешь ее, открываешь, листаешь. Именно поэтому артисты пришли к тому, что многие не выпускают диски, а выпускают синглы. Песня, которая долгое время будет о тебе говорить сама за себя. Вот у тебя появились увядшие цветы. И в мозг въедаться люди. И она въелась, да, хорошая, очень молодая, красивая появилась. И дальше, понятно, что параллельно ты выпускаешь, да, альбомы, но синглы, вот такие вот сильные песни. Нет, сейчас все живут с синглами, это правда. А по правилу, сколько синглов должно быть на пластинке? Одна? Один сингл, одна песня? А, в смысле? Ну, вот такая вот сильная, хитовая. Ну, вообще по-хорошему три. Три песни, да? По-хорошему три, да. Чтобы пластинка зашла. Потому что есть же альбомные песни, да? Ты же сам бываешь на наших худсоветах, да, где люди слушают и говорят... Есть альбомные песни, есть концертные песни, есть просто песни, бывает для количества... Проходниковая такая. Да, такая вроде как будет. В твоем альбоме будут три сингла в будущем, которые ты вот сейчас планируешь выпустить? Я думаю, больше. Даже больше? Я думаю, больше. Но это вот мое мнение, я для этого прикладываю максимальное усилие, я думаю, будет больше. Ничего себе. Внутри точно будет. Смотри, я вернусь к вопросу о дисках. Раньше вот тиражами зарабатывали, да? А теперь музыка попадает на цифровые площадки. Да, iTunes, YouTube, Google Play. Вот, а есть еще всякие нелегальные площадки, где музыку можно абсолютно бесплатно послушать. Не надо ни подписываться, ни денежку за... Пиратские, как мы называем. Да, пиратские, да-да-да. Вот как монетизировать в этих условиях свое творчество? Понимаешь, когда ты тираж выпустил, да, ты его продаешь и так далее. Ну, обычно получается так, вот у меня был случай, вот альбом официально издал там на всех площадках. Проходит дня два, и у тебя этот альбом, вот заходишь просто в Яндекс или в Гугл, лежит на всех площадках. И тебе предлагают купить, да? Хотите новым альбом? Нет, в свободном доступе. Так, отчаяние хочу. И люди, априори, захотев альбом, они, конечно, вобьют в этот Яндекс, там, Дмитрий Прянов. Торрент или как там они? Да-да-да-да, и все это скачают. Я скажу честно, я сам даже пару раз там что-то скачивал. Ну, у нас народ любит халяву, как у нас, в принципе, принято говорить. Зачем платить за то, что можно взять бесплатно? И как выходить из этой ситуации? Вот твое решение, твое мнение, как ты думаешь? Ты знаешь, это, я считаю, очень глобальная проблема, которую надо решать свыше, потому что на Западе такого нету. На Западе скачал с бесплатного сайта. Заплати, извини. Там не то, что заплатить, там даже срок светит. Это серьезно. Ну, давайте не будем о плохом. Смотрите, вот нас Алексей Сазонов спрашивает. Рад дружбе, кстати, с тобой, Дима. Когда порадуешь поварским профи? И нет ли в будущем задумки открыть свой мини-ресторанчик? Я не думал об этом. Леша, привет. Да, я знаю, Леша. Нет, поварским профи, я не понял вопрос немножко, как он это поварским профи. Ну, наверное, вот и имеется в виду вот этот ресторан. Нет, ресторан нет. Тебе нет этой жилки, да, наверное? Наверное, временно этой нет. Но в наше время вообще, на самом деле, процентов 70 ресторанов, наверное, и не откроются, да, во время жилки? А с другой стороны, смотри, что не артист, то ресторан, кафе, бар. Ну, я пока еще не дорос до этого, потому что у нас сейчас, как говорится, пока карантин. А как вообще... Людей сажать некуда еще. Как вообще к карантину относишься, к тому режиму, который нам здесь вели, и вообще к тем ограничениям? Ты знаешь, как мне сказал наш с тобой вообще друг Сережа Луст, это директор радио Шансон Валуй, к периодому, кстати, слушателю. Да, здравствуйте, Сергей. Он мне сказал такую фразу, Димка, я не паникую, но и судьбу не искушаю. Так. Вот я тоже сам. Слушай, вот люди не паникуют, судьбу не искушают, но сегодня мы уже услышали второй хит Сергея Трофимова про то, что нынче происходит. Первый был «Карономания веселый». Ну, я, да, на злобу дня слышал. Сейчас самоизоляция более такой грустный. У Дмитрия Прянова что-нибудь на злобу дня появится? Ну, у меня появилось что-то неделю-две назад такая смешная песенка. Это там, где ты «Увядшие цветы» перепел? Да. Ну, подожди, а в тренде, в тренде по-серьезному быть вот в этом «Карономании»? Я не буду, потому что, во-первых, эта песня, она потом вспоминаться будет, скажем так, с непозитивом, это сто процентов. И потом это все равно вот эти все песни, они однодневные. Сейчас как эта история закончится, их сразу отовсюду выключат и уберут. Поэтому смысл... Ну, логично, да. Я лучше что-то из... Вот мы сейчас делаем альбом новый, я лучше все-таки посвящу во что-то вот... Про любовь. Да, более... Про вечное. Более вечное, да. То что жить будет. Более долгоиграющее, да. А давайте вспомним до самоизоляционные времена твои концерты и выступления. Дим, кто твоя аудитория? Кто ходит к тебе на концерты? Ты же видишь этих людей? Да, вижу. Это, ну, наверное, все-таки вот 25 и выше. Женщины? Ну, в основном, да. Или мужчин тоже приводят? Ну, мужчин тоже, но женщины, конечно, женщины все-таки. А ты хотел бы новый образ попробовать? Может, более брутальный какой-нибудь? Я думал об этом, наверное, да. Может, молодежный, наоборот, в рэп культуру идти? Нет, 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 я не могу... Я пытался какой-то рэп там, у меня много было экспериментов, но это не мое. Ты делал рэп? Ну, я пытался что-то, какие-то варианты делать. На японском мы слышали, как ты пел. На китайском. На китайском, да, на китайском пел. Но чтобы прянов и рэп... Ну, я пробовал, но это не мое. Пряный рэп. Пряный рэп, да. Это не мое. А вот скажи, это суббота, 9 мая, день Великой Победы. Если я не ошибаюсь, в твоем репертуаре мало вот таких вот песен военных лет. Ты никогда не перепевал, по-моему, да? Ну, вот на самом деле у меня есть сейчас идея как раз сделать... Вот сейчас Серега Войтынка делает цикл песен, 9 мая. Да, да, да. Таких кусочков. Я ему как раз помогаю с монтажом. И вот что-то он мне эти темы заразило, и вот я вот, наверное, сегодня-завтра сделаю. А может на два голоса с ним попробовать, опять же, под баян? Он мне тоже это предлагал, да, 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 да. И как ты отреагировал? Нормально, я люблю эту историю. Тем более баян душа, а ты душа, понимаешь? Да, сделаем, наверное, да. Короче, я сделаю песню 9 мая 100%. Ну, это будет кусочек для Инстаграма. Ну, будем ждать, смотри. Ты сказал здесь в эфире, значит, она должна появиться. Да я уже понял. Дим, этот год у радиошансон юбилейный нам 20 лет исполняется, да? Мы в 2000-х появились в FM-диапазоне. Ты 2000-й помнишь? 2000-й год? Да, тебе был 21, по-моему, в то время. 21. Это время, когда ты познакомился с Александром Серовым? Или это время, когда Дмитрий Прянов пытался китайский медиарынок покорить и пел песни на китайском? Нет, с Серовым мы познакомились с Сашей в 2005 году. Я четко помню. Я как раз был продюсером. А в 2000-м, вот когда только радиошансон смело появляется в FM-диапазоне? Да я тогда еще зеленый был, я не помню, что я тогда делал. А ты тогда слушал радиошансон вообще дома или в машине? Как ты к этому формату относился? Машины у меня тогда не было. А радиошансон... Ты другую музыку слушал, наверное, да? Других артистов. Я всегда любил шансон, эстраду, честно скажу. Вот Крыжаков, Осмолов, Токарев, я всегда этих артистов любил. Они как бы... Я их все с 90-х годов. А руки вверх, сливки и прочее? Руки вверх мне нравились. Потому что они вот... Там так все примитивно, но так все здорово. Сливки... Не знаю. Какая твоя песня зазвучала впервые на радиошансон? Что это была за песня? Впервые это была песня... Ночь? Нет. Нет, другая? Нет, нет. Увядшие цветы. Увядшие цветы? То есть ты с нами вот совсем-совсем, получается, недавно? Три года где-то, да. Увядшие цветы. Потом Перекати Поле, Потерялись, Ночь. А какая песня тебе принесла вот такую прям настоящую популярность? После как... Это опять же цветы? Ну, на самом деле, первая песня, которая так я стал заметным, это была песня «Потерялись мы с тобой». Это одна из первых, кстати, моих песен, которую мы вообще записали. Потом, да, Увядшие цветы. Вот она такая. Что ты делал до 2000, там где-то, где-то все это время был. Мы столько вещали, а только ты как три года только... Ну, ты учился, наверное, да? Да ладно. Учился. И учился, и работал, и что-то пробовали. Мы же проект Прянов запустили в 10-м году, в 2010-м. А до этого как назывался твой проект? А никак, вот тогда это не было. Корпоративы, рестораны, кафе. Да-то, ну... Для себя любимые. Ну, подожди, ты же тоже прошел через рестораны, бары, ты рассказывал об этом, что ты выступал там. Ну, было, но немного у меня было. Ну, какие-то занятные истории есть вообще? Занятные? С драками какими-нибудь, я не знаю. Не с драками, вот по поводу Киркорова, кстати, могу рассказать. Давай. Отдыхали мы как-то, это был год 2000... 2004, может, 2003. Отдыхали мы в городе Кудепста. Это в Сочах. И мы что-то с друзьями пришли, там ресторанчик такой сочинский был, было лето. Мы там чуть подвыпили, ну, и сидим на... Скажем так, отдыхаем. На поляне. Да, а там же у них, это, певцы местные, вот эти кабацкие. И там чувак поет песню, а я не знал, что любовь может быть жестокой. И, ну, в никуда. А я ее снимал ноль в ноль. И мне, ты иди, я говорю, да не, ну, иди. А я же еще чуть-чуть навеселее был. А тебе зацепило это, слушай. Да, да. Мимо ноток попадешь. Ну, да, я немножко, когда все-таки песня нравится, когда ты знаешь, как ее петь, и когда ты слышишь, что такое немножко небрежное исполнение, то немножко так, как у нас, говорят, вокалисты, мы чувствуем это горлом. Я подхожу, я говорю, можно я ее спою, эту песню? Ну, короче, я ее спел так. Ко мне подошел директор. И попросил автограф. Может, вы у нас поработаете? А потом, через два дня, как раз там, мне сказали, что этого чувака уволили. Мне было так. Вот, Дмитрий. И я в итоге как-то... Ну, ты же не специально, слушай, ты же не подставлял ее. Я встал и спел просто. А, я даже сидел, помню, там ступенеки такие были. Даже и сидишь, слушай. Да, но я потом, скажу откровенно, конечно, я потом попросил найти этого директора там как-то, ну, в итоге... Чтобы восстановили что-то? Да, да, да. Твоя душа чиста, понимаешь? Ты не делаешь зло никому. Ну, я же не специально. Я просто спел и спел. Я же не мог спеть плохо. 8-909-9-5-5-103-0 на сегодня в гостях, который не может петь плохо человек. И Дмитрий Прянов, если есть вопросы, задавайте. Звездный завтрак на Радио Шансон. Все пытаемся выяснить у Дмитрия Прянова, где, с кем был в 2000-х, когда только Радио Шансон появилась в FM-диапазоне. А он стесняется и стесняется. Ничего нам не рассказывает. Я не помню просто. Да ладно, вот умалчивай. Где-то там скелет хранится. Пришел вопрос. Вы спортивный болельщик? Если да, то какую хоккейную или футбольную команду болеете? Спрашивает Анатолий. Я не борею вообще за футбол. Ты, спорт, это не про тебя. Ну, в плане футбола, хоккей, это не мое точно. Ну, подожди, ты же... Ну, а вообще спорт присутствует в твоей жизни? Да, я занимался раньше и кикбоксингом, и в спортзал бегал, и плаваю. Сейчас в фитнес бегаю, плавать, беговая дорожка. Дома? Ну, сейчас дома, да. Ты тот человек, который беговую дорожку использует как беговую дорожку? В спортзале, да. А дома? А дома у меня ее нет. А дома у тебя ее нет? А то мы думали, там, коробки, вещи какие-то на беговой дорожке. Как у всех людей, знаешь. Ну... Все хранится там. Слушай, мы сегодня обсуждали вопрос со слушателями про домашних питомцев. У тебя вообще как с этим дела обстоят? Кошки, собачки, рыбки, попугайчики? У меня аллергия на кошек. Так. Собака у меня была, когда я жил с родителями, овчарка. Сейчас у нас ни собак, ни кошек, никого нет. Да вот ребенок маленький. Там же сколько, 10 месяцев малышки, да? 11 месяц пошел, да. Но сейчас начнет просить, подожди. А вот скажи, после рождения ребенка, после рождения дочери, что-то изменилось? Ну, однозначно, что-то изменилось? Что изменилось в жизни Дмитрия Прянова? Я стал жену любить больше. Да серьезно? А до этого? А какие-то припиздания какие-то? Нет, нет. Ну, понимаешь? И до этого любил, но когда все-таки такой подарок? Сильнее. Да, сильнее, да. И потом как-то, ну, ответственность появилась. Да. И, конечно, стал счастливее в миллион раз, потому что, когда я вижу глаза дочери, ничего не надо. Вот вообще. Вот приходишь домой, какие-то проблемы, какой-то вот, не знаю, что-то вот, голова забита не тем. И вот ты вот заходишь. Все выключается. Она на тебя смотрит, идет к тебе, ну, пока ползет. И ты понимаешь, что, ну, такая ерунда, блин. Такая все, вот ни о чем. Вот просто смотришь в эти глаза и понимаешь, что она тебя любит вот ни за что. Просто так. Там, ты ее папа. Будет ли продолжение в этой истории, чтобы было спасибо за сына и за дочь? Да. Есть новая песня, называется «Папина дочка». Как же светло. Нет, она имела в виду рожать дальше того. Я имела в виду, появится ли песня «Папин сын», да, и появится ли ребенок второй. Как он открутился искусно обратил. Нет, ну я просто вопрос не такой. Ну, как бог даст. Ну, хотелось бы, хотелось бы сына, да. Хотелось бы, там уж как бог даст. Хотя, что-то, мне кажется, вторая тоже дочь будет. Есть такое подозрение, вот прям есть. Ты вообще из большой семьи или ты один в семье? Нет, не один у меня, брат. Он поет? Ну, как бы он поющий, но он не поет. Поющий, но не поет. То есть он этим не занимается, но талантливый. Слушай, ну ты всем даешь советы. А почему брату не посоветуешь? Как завтра? Не наставить его на творческий путь. Брат, ну, может запеть тебе, может... Нет, я могу, как бы, скажем так, не то, что там наставить, там где-то помочь, посадиться, если я вижу, что человеку это нужно. А когда ты человек начинаешь заставлять, ну, это уже через силу... Братья Пряновы, прекрасно же, слушай. Братья Сумешевские. Как братья Жемчужные. Практически как... Да, практически как братья Жемчужные. Пришел вопрос, чем любит заниматься Дмитрий Прянов в свободное время, и какие фильмы нравятся. Я люблю, на самом деле, в свободное время занимаюсь творчеством. Люблю гулять, в данном случае с ребенком. Потому что это... Ну, ты помнишь, да, 100 метров от дома в наше время? Ну, вчера мы ушли метров на 800. Так, Дмитрий... Нарушил 8 раз. Ну, мы получили пропуск. Умножай и считай, сколько ты должен выложить. Пропуск, ну, подожди, пропуск, чтобы с ребенком погулять? Ну, конечно, мы же далеко ушли. О, сейчас даже так... Подожди, а как ты там вбивал цель погулять с ребенком, да? Да написал, что в магазин, господи, и все. Сейчас Дима научил. Не будьте, как Дмитрий Прянов. Не обманывайте, господи. Не, ну я же реально в магазин зашел. Ну да, да, я шучу. Я же реально зашел. Мы просто пошли по пути, как бы с ребенком... Ну, слушай, ребенок, конечно, побежал куда-то. Ты же не будешь... Не, ну ребенок в коляске был. Просто мы-то в любом случае... Мысленно побежал. Кстати, а много концертов отменилось? Вот из-за того, что сейчас... Шесть. Шесть концертов. Шесть. Ты их перенес или отменил? Два перенесли, четыре пока отменили. Много отменили? Ну, ничего страшного, но... А тебя не пугает вот эта, вот, кстати, вся история? Концерты отменяются? Убытки, потери. Пугает. И как восстанавливаться-то в финансовом плане? Ну, ты знаешь, как я обычно говорю, чем я себя успокаиваю? Заначка есть? Ну, скажем так, есть. Жена о ней знает? Знает. Ой, то это хорошо, это главное. Ну как, ну такая ситуация, ну надо же... В этом есть маленький плюс в том, что для меня, например, лично, да, то, что сейчас можно поделать те дела, которые я давно собирался, но никак не получал, в связи с бешеным графиком. Побыть с семьей. Побыть с семьей. Вот мы, например, делали капитальнейшую уборку дома, которую мы пять лет уже не делали. Сами? Именно капитальнейшую. А это все объединяет, понимаешь, укрепляет. Да, так мы столько вещей нашли, о которых мы уже сказали, бай. Понимаешь, поэтому, ну, я думаю, это скоро все закончится, потому что все равно это долго продолжаться не может. Ну, дай бог, конечно. Ну, такая ситуация, ну, надо смотреть на это все, как-то стараться немножко все-таки позитивом. Вот послушаешь Дмитрия Прянова, и сразу так легче как-то становится. Дим, спасибо огромное за то, что к нам сегодня в гости пришел. Вам спасибо, что пригласили. Душевно поговорили, классно. Обнимаю свою супругу, целую свою дочку ненаглядную. Возможно, когда-нибудь выйду и там к нам сюда, пожалуй, идти в гости. Обязательно. И неспроста же Эмилия запела. Дмитрий Прянов сегодня был в гостях. Всегда рады, дорогим гостям. Звездный завтрак на Радио Шансон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова